Здравствуйте! В эфире «Город Эсс» и Татьяна Дмитриева, художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии, народный артист России Михаил Щербаков, единственный из дирижеров российской провинции, получил золотую медаль и почетное звание «Заслуженный деятель музыкального искусства». И сегодня маэстро Михаил Щербаков у нас в гостях. Здравствуйте, Михаил Александрович! Здравствуйте! Мы вас еще раз поздравляем, потому что я думаю, что это важно для артиста, получать такого плана награды. И хотелось бы, знаете, узнать, как это произошло, как вы об этом узнали и в какой компании вы оказались? Потому что, как мы уже сказали, единственный из провинции. Вот насколько вам вот эта вообще формулировка, которую, кстати, я с какого-то интернет-сайта взяла, вот единственный из провинции, вот что она для вас значит? Как вы на все это смотрите? Ну, вы знаете, друзья, во-первых, я всех очень приветствую. И вот это звание, прежде всего, я хочу подарить это Самаре и самарцам. Вот, ой, как важно! Самарским музыкантам, самарским любителям музыки. Потому что, ну, у меня, в общем, звания уже были, все такие почетные, которые есть в искусстве, в культуре. И для меня самого было неожиданностью, когда мне позвонили из Москвы и сказали, что они вот хотят меня наградить, чтобы я приехал в Москву. Вот, я им начал объяснять, что у меня уже есть звание заслуженный деятель искусств Российской Федерации. И тут мне начали объяснять, вот как я сейчас вам, что это заслуженный деятель музыкального искусства. Это новое звание, которому отроду, наверное, месяц. Оно учреждено в честь 30-летия Международного союза музыкальных деятелей, который когда-то был всесоюзным музыкальным обществом, которое возглавляла Архипова. Потом Пьевко. Потом они переименовались в Международный союз музыкальных деятелей в связи с тем, что распался СССР. И страны СНГ, они вошли в этот союз тоже. А сейчас его возглавил вот в этом году Александр Сергеевич Соколов, бывший министр культуры Российской Федерации, а на сегодняшний день ректор Московской государственной консерватории. Очень уважаемый музыкант, музыковед по специальности. И вот с его приходом этот союз, он как-то начал, получил такое новое дыхание, новую жизнь. Вот они решили не просто отпраздновать свой юбилей, а учредить несколько таких наград. Вот они учредили награду, серебряную медаль за выдающиеся достижения в области музыкального искусства. Серебряная медаль. И золотая медаль, которая соответствует званию «Заслуженный деятель музыкального искусства». Я хотел получить это днем, чтобы быстрее вернуться в Самару. У меня были тут репетиции. Вот это мне объяснил. Но меня начали уговаривать, чтобы я остался до вечера. И что для меня было особенно трогательно, потому что мы получали это звание в священном месте для русских музыкантов. Большой зал Московской консерватории. Это зал, это концертная сцена, на которой выступали Чайковский, Рахманинов, и я уже не говорю про Браковева, Шостаковича, Ростроповича, Рихтера, Гиллиса и так далее. В общем, все самые великие. И, кстати, наш оркестр тоже несколько раз играл на этой сцене. Я помню, как вы рассказывали, что как хорошо, что вы повторили на бис вот это вот музыкальные фрагменты, потому что вам сказали оркестранты, ну, зачем нам повторять, наверное, нам никто не будет нас вызывать на бис. И так получилось, что вас несколько раз в Москве, вот именно там это было, да? Три бисамы, это вот последние наши гастроли. Правда, они были в зале Чайковского, это разные вещи. Это зал Чайковского на площади Маяковского находится, тоже хороший зал, да. А это большой зал консерватории на Никитской, большая Никитская, была Герцена улица. Вот. И выяснилось, что, оказывается, вот они хотят мне вручить это звание именно вечером, потому что будут получать Юрий Симонов, Александр Лазарев, Синявская, Касрашвили, Владимир Минин, знаменитый хор камерный. Вот. И уже накануне получили Федосеев и Тимирканов. Вот. И, собственно, ну, конечно, такие аргументы я уже не смог отказаться. Поехал получать вот в такой компании, солидной. Такой солидной компании. И потому что, ну, у меня всегда есть, всегда остается надежда, что как-то вот положительные такие обстоятельства, они позволят двигать наше дело. Да, вот это вот важно. Потому что я очень болею душой за развитие, сохранение, прежде всего, конечно, и развитие симфонического дела в России и в Самаре. Понятно. Я хотела только что спросить вас, как вы относитесь вообще к наградам? И получила уже ответ, ради чего, собственно, вам дороги и нужны эти награды, да? Понимаете, награда, во-первых, у дирижера награда, она не бывает просто ему, одному. Конечно, что такое дирижер без оркестра? Да, да, да. Вот это можно. Ну, это ничего. Вот. Поэтому я, конечно, должен сказать, что это награда всему коллективу, прежде всего. Да, да, да. Оркестра. Самарской филармонии и Самарской филармонии в целом. Вот. Я думаю, что это важно. А самарцы народ горделивый вообще. Я думаю, что им приятно осознавать, что вот у них не просто такой дирижер, а вот особенный. Да, да, да. Вот, кстати, про самарцев я хотела и спросить. Вы известная личность и творческий человек нашего города. Вас узнают самарцы на улицах? Здороваются с вами? Да, да. Очень трогательно, да. Невероятно. Узнают, здороваются, начинают объяснять, что им нравится. Так сказать, как они сравнивают меня с другими дирижерами. По телевизору. Да, это очень приятно. Да, да, да. Да, совсем не музыканты даже. Вот это к вопросу о наградах, потому что это тоже награда, когда публика отдает. Да, это самое главное. Вот это я очень хотела от вас услышать, потому что вот мое личное отношение к тем людям, кто стремится за наградами, просто вот живет этим, получить то и другое, это, конечно, для творческого человека, ну, не самая позитивная характеристика. В такой вот большого такого масштаба. В 2001 году стал народным артистом Российской Федерации. В 2001. Сейчас у нас 2017. Так что, в общем, интервал такой есть. Вы очень интересный как артист. И я, ну, уверена в том, что вы очень много энергии отдаете во время концертов, во время выступлений. Меня всегда интересовал вопрос. Артисты говорят, что во время вот этих вот выступлений происходит обмен энергии между артистом и залом. Вот вы это как-то чувствуете? У вас происходит такой вот именно обмен? Или он происходит позже? Вы компенсируете все это, что-то получаете себе, а во время концерта только отдаете? Или вот есть вот это движение энергии именно во время выступления? Ну, конечно, это есть это движение. Но это чувствует любой человек, который, скажем, общается в момент общения. Даже если только два человека общаются, они уже чувствуют. Или его визави, так сказать, отвечает ему интересом каким-то, сопереживает ему, сочувствует ему. Это сказывается в его каких-то репликах, в словах, которые он высказывает. А там-то речь о большой энергии идет. Или ему этот, его, так сказать, собеседник не сочувствует, он ему безразличен. Это же вы чувствуете всегда. Так же точно и артист. Вот, так сказать, совокупность этих вот этих сопереживаний зала в отношении артиста, вот это примерно вот как раз и обмен энергиями. Потому что это и есть энергия. И действительно, артист ее получает. А вот чем оправдывается позиция? Уж, наверное, много раз говорили о том, что дирижер стоит спиной к публике, к зрителям. Чем оправдывается вот эта позиция спиной к зрителям? Чем можно вот такую позицию оправдать? Потому что это, ну, это выходит за все какие-то привычные рамки. Артисты, они всегда работают. Даже вот в театре, если там чуть боком повернешься к залу, уже тебя ругают за то артиста, за то, что ты там лицо свое отстранил. А у вас вообще позиция дирижера? Дело в том, что тут у дирижера, да, у дирижера особая позиция, но дирижер еще артист по отношению к своим оркестрантам. То есть дирижер транслирует им свои, так сказать, как бы... Импульсы вот эти все, да. Да, эти импульсы, эмоции, чувства, мысли. А уже они выражают это в звуки и отправляют это в зал. А если дирижер станет спиной к музыкантам, то как он будет им управлять? Но вы, кстати, справедливости ради, по-моему, в «Веселом дирижере» повернулись к публике, помните, да? Ну, конечно, когда это идут развлекательные концерты праздничные. И причем это вызвало такой большой отклик, очень живой у публики. Это выложено в интернете, я посмотрела как раз этот фрагмент, и в одном из комментариев было написано. В ваш счет уж, извините, позитивный мужичок. Я думаю, что это не самарис писал, а присутствовал какой-то гость из какого-то другого города. И вот, кстати, вот к этому. Профессия дирижера – это действительно мужская профессия или нет? Вот как вы к этому относитесь? Потому что здесь вот ваше какое-то мужское, пусть даже в такой юмористической форме, но вот именно вот это подчеркнутое. И вообще дирижер настоящий, хороший – это должен быть мужчина? Вот ваше отношение. Вы знаете, я считаю, что это однозначно загадывать нельзя. И неправильно, и несправедливо в отношении женщин. Я уважаю женщин. Но природа распорядилась так, что все-таки, вот я так наблюдаю, вроде бы мужики они покрупнее как-то и посильнее. Даже женщины помельче и потоньше. И, наверное, послабее. И, собственно говоря, мы видим сейчас, что женщины уже сейчас играют и в хоккей, и в футбол, и штангу они поднимают. Такие явно мужские виды спорта, так сказать, они осваивают. А женщины и дирижируют тоже. Ну а дальше, когда вопрос идет о результате, то мы знаем, что женщина поднимает вес меньше все-таки. Сколько бы ни трудились там в Европе и не пытались поставить знак равенства, вот, ну хоть ты тресни, меньше. Вес меньше, значит, скорость на 100 метровке тоже меньше, в плавании тоже меньше. Понимаете? Понятно. И в дирижировании, вероятно, нужны максимальные, так сказать, какие-то силы, которые заложены в человеке. Максимальные. Да. Значит, вот если найдется женщина, у которых есть такие силы, пожалуйста, значит, будет она за пультом. Да. И все. И женщины-дирижеры есть. Есть. Вероника Дударова у нас была, дирижер, очень известная женщина. Ну, это очень редкий случай. Редкий случай. Потому что дирижер должен ведь не просто встать и махать руками, он должен, понимаете, и на репетиции, он должен вести коллектив, он должен им руководить, и в процессе репетиции, и между репетициями там какие-то вопросы решать. И потом, уже в концерте, это должно быть, должна быть сила. Да, а можно сказать, что вы авторитарны по отношению и к своему коллективу, к музыкантам, и по отношению к публике тоже, что это вы диктуете во время всего концерта и оркестру, как играть, и публике, как воспринимать. То есть вы вот такое единое целое, от которого идет вот потоки и на ту, и другую сторону. Вот авторитаризм распространяется на две стороны. Есть, конечно, элементы авторитаризма, но я вам скажу, что если я слышу от музыканта какой-то посыл, если он играет очень выразительно фразу, скажем, какую-то музыкальную, я всегда отстраняюсь. Я даю ему возможность проявить себя. То есть я уже не показываю ему, как играть, а наоборот, я очень экономно дирижирую таким жестом небольшим, чтобы дать ему возможность высказаться. И в этом, я считаю, большой интерес, потому что каждый музыкант, который играет, он должен тоже почувствовать себя художником. А дирижер должен быть чутким и уловить те моменты, когда музыкант действительно находит яркие, интересные решения в том или ином эпизоде исполнения, скажем, симфонии. Понимаете? И вот это вот постоянная такая реактивная ситуация, когда нужно быстро среагировать или отпустить по воде, как бы, или наоборот взять свои руки и повести вперед. Вот это вот... Поддача-то больше, когда доверие есть, да, и какая-то поддержка. Да, да. И от музыкантов... Я к музыкантам так и отношусь, как к сотоварищам по искусству, как к людям, с которыми вместе я и созидаю творчество. Я даже сейчас думаю, что можно позавидовать музыкантам, потому что они видят вас во время дирижирования. Это такое зрелище. Мне кажется, нужно ставить камеру. Две. Одну перед вами, чтобы снимать, как вы дирижируете, и вторую. Потому что, действительно, я даже, знаете, какой такой момент уловила. Смотрела какой-то фрагмент тоже музыкальный, когда вы дирижировали, и вдруг вы подмигнули, то ли скрипачки, то ли какой-то... То есть вот вы ее так поддержали, что вам, наверное, понравилось, что она вот как-то... И думаю, ну надо же, вот при том масштабе вот этих вот, ну, что нужно, зачем следить, вы успели как-то поддержать, поблагодарить какого-то музыканта, который свою партию удачно, на ваш взгляд, сыграл. И вот еще относительно отдачи, вот этой отдачи энергии, как вы восполняетесь? Вот все это восполняете? Потому что физически, вот я представляю, что это очень тяжело вот столько вот отдавать, дирижировать и так далее. Ну это просто... Ну я понимаю, конечно, что с опытом и со временем какие-то, может быть, автоматические, что-то профессионал нарабатывается, и все-таки. Я делаю зарядку. Так, какую? Расскажите, какую-то такую зарядку сделать. Ну разные, сейчас есть разные системы, так сказать. Сейчас, в общем, свобода полная в этом отношении. В магазинах можно найти книжки и разные системы физических, так сказать, тренировок. Да, просто смотрел документальный фильм, там показывали, что вы йогой, что вы так какую-то сделали такую фигуру, что, думаю, вот это, да. А йогу оставили или продолжаете? Ну конечно, ее нельзя, он уже взялся, и надо все время, каждый день, а как же, обязательно. То есть вот это самое главное? Да, обязательно, да. Ну еще, например, выезды на природу, так сказать, на дачу, какие-то там работы, это тоже закаляет. А вдохновляет что? И вдохновляет. И вдохновляет тоже, природа тоже? Ну конечно, природа, ну конечно. А что природа? Ну просто вот наши пейзажи, задачу вышел, посмотрел. Да, это да, вдохновляет, конечно, очищает вообще душу, вот. А и музыка тоже очищает, конечно, да. Ну просто нужно иногда музыканту нужно тоже чуть-чуть, так сказать, переключиться на другой вид деятельности, а потом вернуться и как бы с новыми силами. Да, это нормальный процесс такой. Ну мы много уже говорили о том, как вы дирижируете и даже описали эти моменты. Давайте посмотрим один из фрагментов ваших выступлений, вашего оркестра и продолжим разговор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И оценку услышала, что фрагмент правильно взяли. А что для вас значит правильный фрагмент? Это, понимаете, это кульминация первой части четвертой симфонии Чайковского. Такой накал, силы и мощи. Во-вторых, это эмоции, которые в русского человека привносят огромную силу, силу веры в свои собственные силы. Вот так можно сказать. Потому что он, если он может это пережить, нет почему у других композиторов. Вообще, чем мы прежде всего отличаемся? Мы ведь отличаемся природой. Понимаете, дело в том, что вот сейчас наступила зима. Вот за окном сейчас зима. Холодно, снег. И впереди еще много месяцев, и будет еще холоднее. Вот те народы и очень, безусловно, гениальные композиторы есть. Но они рождены были во Франции, в Испании, в Италии. Понимаете, ну там, в Италии, там вообще рай земной. Там, ну, там роскошно. Там даже зимой тепло. Там даже зимой красиво. А вот русский композитор, живя вместе со своим народом в русской природе, чем отличается? Тем, что русский человек, он каждый год, он видит вот этот цикл. Для него нет сомнений в том, что это он есть. Есть рождение, расцвет, угасание и смерть. И вот это вот этим отличается. И поэтому такой накал. Поэтому такое, понимаете, потому что человек, понимая, как бы, воспринимая христианство, понимая, что душа бессмертна, да, все, и все-таки он, и все равно он плачет, когда уходят близкие. И все равно он сопротивляет, он не согласен с тем, что такое великое создание, подобное Богу, с таким невероятным набором, каким-то веером, таким чувств, эмоций, переживаний и знаний колоссальных. И вдруг он умирает. Это невозможно. Особенно, когда уходят люди вот экстраординарные, такие сверхталантливые, вот. Такие вот композиторы великие, допустим. Как? Это просто невозможно, ну, невозможно с этим смириться. Вот мы сейчас слушали фрагмент, где вот это вот, вот это, ну, как же так? Вон, видите, какой вопль там. Ну, как же это не может быть? Не должно так быть. И вот это вот, вот это вот, такое несмирение человека. Ну, вроде бы это немножко грех. А с другой стороны, я думаю, что все-таки мы все понимаем, что нам всем это присуще. Вот. И поэтому такой вот в душе. Не зря вот говорят «мементо море», это латинское старое стало. Да, да, да. Это же всегда, это нам, нашему миру не очень присуще думать о смерти. Хотя вот есть моменты. Кстати, вот ваше размышление сейчас о сезонах схоже с размышлениями Никиты Михалкова. Он совсем недавно тоже об этом говорил, что русский человек – это человек в предвкушении. Вот мы живем летом, ждем осени, осенью. Мы знаем, что придет зима. И вот он же говорил про Америку, что вы просыпаетесь плюс 25 в Калифорнии, засыпаете плюс 25. И у них нет этого. И нет, да, и нет. Ни глубины, ни широты, ничего. И нет глубины, да. Потому что у нас даже благополучный человек, который все есть, все нормально. А все равно он проживает вот этот цикл, беспощадный цикл. Да, а осенью все острее, потому что... И каждый раз как последний. Вот кто-то тоже сказал, что осенью все острее. Да, да, да. И каждый раз он проживает. Ой, вы знаете, еще такой вопрос. Что-то вот есть у вас мистическое. Ну, вот есть что-то, когда наблюдаешь за вами, у вас присутствует мистика в жизни, или вот, может быть, вы в творчестве сталкиваетесь с этим. Вот такой аспект когда-то рассматривали, думали об этом, нет? Я стараюсь не думать. Не думать, нет. Все, тогда ладно. Я стараюсь об этом не думать. Ну, вот что-то такое, когда... Наоборот, настраиваю себя, так сказать, на какой-то позитив, на работу, на... Нет, потому что... Хорошо, потому что люди связаны с искусством, с таким творчеством. Бывает, что вы как-то этим увлекаются, интересуются. Но нет, так нет. Я хотела бы узнать ваше мнение о доступности и востребованности классической музыки сегодня. Вот как вы это расцениваете? Потому что мы говорим, что вот никто не любит, не знает, не ходит. А вот на ваш взгляд, доступность и востребованность классики? Ну, мне кажется, что доступность сейчас, особенно в эпоху интернета, беспрецедентная. Просто вообще. Даже вот для музыкантов-профессионалов я, конечно, никогда в своей жизни не мог иметь возможность послушать какую-то симфонию в таком количестве разных интерпретаций, разных исполнений, чтобы можно было сравнивать их и сделать какие-то выводы, как сейчас. Сейчас уникально. Это доступность, конечно, беспрецедентная. Вот. По поводу нелюбви, тут у меня... Я иногда спорю по поводу нелюбви, потому что иногда очень, понимаете, то, что называется двойной формат, двойной стандарт, двойные стандарты. Вот, допустим, шутка Баха, да, все почему-то забыли, что это классическая музыка, думают, что это попса. У всех сотовых телефонов все время звонят то венгерский танец Брамса, то, значит, к Лизе Бетховена. А что, должно быть другое отношение, да? Нельзя ставить на... Должно быть понимание, что вы любите все классическую музыку. Вы себя не обманываете, вы лунную саналу Бетховена все любите. Вы шутку Баха все любите, значит, вы любите классическую музыку. Ну, понимаете, точно так же, как вы же, допустим, классическую литературу, вы же не обязаны любить одинаково Диккенса и Толстого. Да, 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 да. Просто кому-то ближе. Да, кому-то ближе Толстой, да, кому-то, наоборот, кто-то Пушкина только хочет читать. Ради бога, но вы любите классическую музыку. Значит, во-первых, нету нелюбви. Конечно, как и в любом другом искусстве, и изобразительном, и литературном, есть более какие-то усложненные такие произведения, не совсем понятные, каким-то абстрактным языком написанные. Где еще вопрос стоит, вообще, действительно ли это, так сказать, они представляют собой ценность такую высокую. Да. А есть произведения, которые читаются легко, понимаются и всем близки. Вот, так же и в музыке тоже. Вот, поэтому каждый себе в музыке должен просто найти свое. Да. А давайте, ой, поняла, прекрасно вы все это разъяснили, давайте еще один фрагмент послушаем, по-моему, это будет Брамс, и тогда уже у нас останется минутка, чтобы потом сформулировать итог. Хорошо. 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 Так, поэтому, так starsence, она будет еще одна, она может как-то исчезнуть или трансформироваться? Вы знаете, мне кажется, что значимость музыкального искусства сейчас несоизмеримо вырастает по сравнению со всеми годами. Вот именно сегодня, сейчас, буквально, может быть, последние месяцы, годы, пару лет, потому что человек стремительно становится приложением к компьютеру. Он просто становится какой-то сим-картой, которую подстегивает или не подстегивает уже к компьютерному агрегату. Перед человечеством стоит, на мой взгляд, самый главный вопрос. Очень коротко-коротко. Да, к чему оно стремится. Так вот, музыка – это то, что делает человека человеком сегодня. Спасибо большое за такое завершение. Это действительно хороший итог для нашей беседы. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова